За водопадом располагалось то ли 12, то ли 120 тысяч кубометров деловой древесины. А работы вели заключенные. Как вообще в стране тогда заключенные широко применялись для заготовки леса, других таких-то работ. Они обретали ущелье в Садовском. У них там была очень комфортно устроена колония общего режима. И один раз я пошел вырабатывать форелы, смотрите, смотрю, у них в злопауме написано, проход закрыт, взрыв работы. Что-то у меня защитило. Я подошел к лейтенанту, я говорю, что за дует работы? Да вот, говорит, слева будем водопад обходить. Как? Дело в том, что у этого водопада, откройте, пожалуйста, его там нету, да? Ну-ка здесь, откройте водопад Сладовский. Вот здесь близко, 117-я страница. Это мой водопад. Это мой водопад, господа. Мой. Вот этот водопад. Вот здесь вот рухля и грязь. Дорогу приложить, она будет плыть и закрепаться. Они решили вот это взорвать, это разровнять, сделать серпантину и вывести эти несчастные 120 тысяч или 12 тысяч кубометров древесины. И куда? Я его не в Кавказ приехал. И у себя в районе. Все. Некоторые люди, да-да, конечно, жалко. Но это же столько древесины. Древесина, срубитель новое вырастет. А я говорю, 120, это может быть 120 миллионов лет он льется. Вы что делаете? Глухо. Что вы предложили бы сделать? Я хочу узнать. Что делать? Куда? Чего? До Москвы далеко. А там уже осторожный взрыв работы. Взрывчатка уже залезена. Что делать? Договариваться. В это время все кушки еще сажали. Я предложил на почту. Она была в другом здании. Это жалко, когда собралось побольше на воду. И такие вот звонкие голоса, которые у меня есть и которые мне обязательно нуждаются вот в этой вещи. Я говорю, а телеграмма в Президиум Верховного Совета СССР на специальном бланке делается или на общем? На почте возникла гробовая тишина. Гробовая тишина, буквально. И мне самому тоже стало страшно. Дурак. Сын регрессированный. Рода народа так называемого. Кто ему делал? Буквально через 15 минут совершенно незнакомые мне два очень тщательно одетые молодые человека. Я запомнил из-под рукавов, вот здесь высовывалась белая полосочка рубашек. Когда я шла, скажите, в чем дело? Я говорю, да вот понимаете какая. Пройдемте. Не поняли? Пройдемте. Прошли. Прошли, зашли в здание Верховного партии. Тогдашнее, когда сейчас там будут дети у нас. И вот зашли в это здание и они говорят, так, да, давай, так, да. Хорошо. Один учет взял, позвонил, сайт. Можете быть свободны, больше не беспокойтесь. Этого не будет. Это мой вопрос. Спасибо. Спасибо.